Дорогие друзья, здравствуйте, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Когда вы видите якобы критические статьи, ролики в YouTube, которые я выставляю якобы против Австралии, вы должны всегда понимать, что отличает основную мою тагерит, как бы целевую аудиторию под тех многих из вас, которые просто интересуются и привлечены какими-то разборками за Россию, за Австралию, против России, за Украину, против Украины и так далее, и так далее. Моя цель, моя целевая аудитория это люди, которые хотят сюда приехать в Австралию, которым нравится жизнь в Австралии. И не то, чтобы им не нравится жизнь в России, в Украине, нет, это ребята, которые, в общем-то, самодостаточные, но люди, которые хотят улучшения своей жизни, хотят каких-то новых горизонтов, эти люди, они не обозленные. Показывать им реальную Австралию, это не значит ее критиковать. Для тех людей, которые уезжали из России и которые оправдывают свой отъезд тем, что они показно ненавидят Россию, ненавидят путинский режим и так далее, и так далее, эти люди, они достаточно чувствительны, эти люди, они достаточно, может быть, критичны к тому, что я говорю. Но я не говорю это для того, чтобы облить Австралию грязь. Это страна, которая многое мне дала, и я многое отдал этой стране тоже. Сотни тысяч долларов, которые я заплатил, в общем-то, налогах Австралии. Поэтому просто относитесь к этим видео как к той максимально нейтральной картинке, которую я хочу показать для своих будущих студентов, своих друзей, людей, которые едут в Австралию, мнение которых мне очень важно. Мнение людей, которые сюда приехали по национальным религиозным визам, какие-то беженцы, какие-то иногда порою партнеры и партнерши недовольные своими прежними женами, мужьями. Люди просто недовольные, люди, которые очень негативно настроены в принципе, такие ранимые, что ли. Это не моя целевая аудитория. Они не будут учиться, они не будут оставаться, многие из них уже остались. Это люди, которые хотят конфронтации. Эта конфронтация меня не интересует. Я в принципе очень способный в этом плане человек, и я могу выстоять в любой конфронтации против даже группы далеко не глупых людей, потому что у меня есть, что противопоставить любому человеку. Но это не будет влиять на мое дело. Я не говорю бизнес. Именно дело это мой интерес. Мне просто интересно, чтобы эти люди приезжали сюда, и около меня жили люди, которые уважают меня, уважаю я их, которые сделали когда-то тот же свой выбор. Я не готов говорить очень сильно в пользу России. Я не готов очень сильно говорить в пользу Австралии. Я нахожу очень много недостатков и в той, и другой стране. Я вижу, что во многом причины этих недостатков общие. Опять-таки, мне приходится быть политкорректным и не говорить порою то, что я в действительности думаю о причинах. Я могу показать следствие, я могу показать плесень, но я не могу показать источники сырости, потому что это не политкорректно, это нарушит какие-то правила Фейсбука, это нарушит... Это ничего мне не даст, и не даст тем людям, которые хотят сюда приехать, они все прекрасно понимают. Поэтому не надо... Те люди, которые хотят поскандалить, ну, они всегда будут, ну, что поделаешь, они всегда будут, всегда приходится с ними ругаться. В принципе, вот эта вот какая-то активность, она дает возможность высказаться и донести до людей свою точку зрения. Это не так, наверное, и плохо, но она не должна отвлекать от того, что конкретно должно происходить. Должна показываться максимально реальная, чуть-чуть, может, даже не более негативная точка зрения, чтобы не подумали, что я это делаю ради денег, чтобы, как агент, привлечь больше людей сюда, в Австралию. Я хочу быть, ну, достаточно порядочным и честным с людьми, которые мне доверяют. Так что вот примите меня таким, каким есть, и большое спасибо всем тем, которые меня смотрят. И до следующих встреч. Спасибо. Спасибо.